Хочется работать дома Каждый день, как день сурка Уезжать из своей страны Навряд ли не хотелось Все хотели видеть меня художником Потому что есть и родственники художники у меня И больше как бы акцент на этом Чем помочь? Чем помочь? А вот давай Сейчас я тебе вот сюда вот передам Пустенька, мы тебя сегодня ждали И уже думали, что не дождемся Скоро нужно поехать на пару месяцев В Германию опять поедешь? В Германию И на когда планируешь? Где-то через... Нет, в принципе на следующую неделю За мои 34 года никогда не думал, что буду жить на две страны Ходя по дому Постоянно бубнел родителям Вау, вот татуировки, это что-то классное Надо попробовать Хоть я даже не знал, как это вообще делается Как это наносится на кожу Я первый раз, когда увидела, как он мучил своего друга 13-летнего Согласен родителей Соседа-то Соседа Я думала, уйду из дома Моему соседу было 13 Исполнялось 14 Мне 16 лет было до сих пор Помню, это было 16 мая Вот на его день рождения Решил ему подарок сделать татуировку Мы вначале спросили его родителей, чтобы они дали добро Ножка малюсенькая Взял, перевел через копирочку Приклеил У меня руки трясутся просто капец Именно это не то, что карандашом нарисовать на бумаге Ты осознанно идешь к этому Что любая лишняя линия Это то же самое, как у хирурга скальпелем То есть ее не удалить Руки тряслись Еле-еле я доделал тот рисунок У меня стресса, наверное, пот просто лился с меня ручьями На то время это довольно было круто Парень там 6-7 класс, татуировка на ноге Охота в шортах, наверное, и зимой ходить Чтобы все видели, что есть татуировка Когда я начинал, это было очень сложно В плане того, что даже компьютера дома не было Пойти в интернет-салон Можно будет там за часик сколько посидишь Там какую-то информацию найти И смотришь по всему миру Там куча тату-фестивалей А у нас вообще ничего такого нет Кто-то собирает там на море Я собирал каждый год на тату-конвенцию Чтобы пойти и понаблюдать Как работают хорошие, знаменитые мастера Мне лучше потратить на то, что мне Это потом принесет удовольствие Карьерный рост, чем просто на какую-то ерунду У меня бывают моменты, просто сидя на доскизам Я могу сходить с ума, выходить, не знаю сколько раз на улицу Круги наворачивать по салону Пока я не увижу, что мне эта работа нравится Если ты с удовольствием относишься к этой работе Ты начнешь и зарабатывать Это и клиенты это чувствуют И тебе, конечно, намного интереснее Время, мне кажется, это самое дорогое, что есть Даже если было бы в сутки 35 часов Я бы нашел бы, чем себя занять Бывало такое, что по 14, по 15 часов По 16 часов ты над одной работой работаешь Что тебе уже в конце дня, тебе уже и тошно У тебя все болит, уже и спина уже Тебе хочется просто лечь где-то в какой-то угол И попробовать уснуть Через пару лет, просто в один момент Мне дома все так надоело Каждый день, как день сурка Ничего не меняется Я решил все-таки для себя что-то новенькое попробовать Я взял телефон, позвонил Мне сказали, давай учи язык Подожди где-то полгодика, появится место И ты приедешь Проходит два дня Мне уже ребята оттуда воззвонят И говорят, две недели у тебя есть, чтобы ты приехал Я говорю, как так? У меня тут клиенты записаны на пару месяцев Говорит, ничего не знаю Или сейчас, или никогда Ну, что мне делать, давай Собрал чемоданы, сажусь в автобус Думаю, куда я еду Это вообще, это для меня стресс был Первые пару месяцев для меня было очень сложно Я тогда похудел от стрессов, не знаю Килограмм, наверное, на 12 Это все-таки татуировка Может быть, есть люди, которые едут за границей Главное забыть о своей стране Они себя чувствуют там хорошо Но мне сложно Может быть, потому что все равно вот это одиночество Она немножко давит Папа в один момент, он заболел Он был в реанимации Для меня это был очень такой тяжелый день Просто когда мне позвонили И сказали об этой ситуации Я говорил, что все, я уезжаю домой Слава богу, до сих пор все нормально И живя в Германии Я просто в один момент понял Что менять семью на заработок Я не хочу прийти в один момент домой И чтобы я тут никого не встретил Поэтому я решил быть поближе с родителями С родственниками Изредка уезжать также в Германию Но проводить больше времени с ними и семьей Всегда думал, что человек открыл свое дело Это круто Заработаешь денег, свой бизнес Это если хорошо спишь ночами Если тебе это мешает То открой свой бизнес И ты посмотришь, что это такое Если в Германии эту студию Можно было открыть ее за две недели Из документации Мне здесь сразу же палки в колеса И начали говорить, что да ты через полгода Если откроешься, или через год Ты стучишься по кабинетам Один открывает с кисличиной Такое, что ему вообще просто неприятно говорить с тобой Куда бы ты бы ни пришел Хоть бы кто-то бы улыбнулся Я в Германии, ну не знаю Там даже в магазине ты зайдешь И тебе улыбаются У нас Ну настолько, наверное, сложная жизнь у людей Что просто улыбка Это им стоит как будто миллионы Это вот и самое сложное Пандемия повлияла на всех Слава богу, хотя бы никто не заболел Ни из семьи Ни из ближайших родственников Но на работу это отразилось довольно серьезно Хоть от государства помощь И там пару копеек пришло Которые, ну хватит, не знаю На две пиццы и бутылку вина Максимум, что можно было купить В остальном только звонки И проверяют, если ты вдруг не начал работать Даже автомобиль просто находится возле салона Тебя вечно снимают Если вдруг ты зайдешь в салон Даже бежали в мою сторону с папками Просто словить, что я работаю Лишь бы оштрафовать Для меня это катастрофа Взрослые люди И вот им самое главное Вот штраф, штраф, штраф Так Все, Диман, ты ничего долго? Нет, еще где-то зачатки Хорошо, все, давай Успехов Давай, пока Вначале все было, наверное, это онлайн Потом она решила сделать себе татуировку Или, может быть, хотела со мной познакомиться Хотя меня тоже тянуло к ней давно Уже потом, за время, когда я уже решил вернуться Начали жить вместе И даже недавно вот сыграли свадьбу В семье самое главное Это не должно быть муж свое дело Жена свое дело Это должны быть компаньоны То есть понимать друг друга Поддерживать Наверное, поэтому есть и стремление В семье, и в жизни, и в работе Если есть взаимопонимание Потому что меня, как художника, тоже вытерпеть Это нелегкая работа Я то тут, то там Ну, слава богу, меня жена терпит Уже много лет поддерживает Стараемся редко ссориться И поставят Моргенштерна И чтобы все дети слушали маты У нас обычно так происходит К отъездам, конечно, тяжело Но она уже привыкла к этому Потому что если я буду находиться просто на одном месте И начинаю по чуть-чуть тухнуть Она даже сама это чувствует Постоянно то же самое То скорпионы, то львы, то тигры Поэтому и охота Иногда хотя бы на пару месяцев Да хотя бы на месяц Рвануть Можешь, тебе поехать сейчас уже? Отдохнуть Чтобы дома с ума не сходил Немножко набраться сил Все-таки там все по-другому Ну вот через пару недель я уже созвонился Меня там ребята уже ждут Скучают Что поеду Потом приеду уже Немножко со свежей головой Потому что все вот это однообразие Немножко бывает Что уже с ума можно сойти В Германии если переезжать По моей профессии мне нужен большой город А большой город он стоит очень дорого Если я еду один Мне без разницы Где я переночую Где я буду работать Мне как мужчине это намного легче Даже там, насколько многие смотрят Через розовые очки Там тоже очень сложно Не так легко, как многие говорят Хочется работать дома А если ехать за границей Максимум по каким-то тату-фестивалям То есть не уезжать надолго В день, когда тебе нужно собираться Тебе вообще никуда не хочется Но для того, чтобы у семьи Все было Чтобы ты не просто думал о том Чем мы сегодня будем ужинать Потому что тому же ребенку нужно дать Какое-то будущее Просто нужно выключить мозг И просто едешь поработать Тиморик Пойдем побегаем? Давай Ну ты хоть и уже уже набегался Уже весь красный Когда я уезжаю У меня есть просто ребенка Чем завлечь Тимур Разговор Что тебе из Германии привезти Когда поеду? Помимо нутеллы Не знаю Не знаешь пока Ну нутеллу понятно Сколько банок? Две-три Две-три Как минимум, да? И уже дальше по моему усмотрению Да? Ну как ты раньше все привозил И раньше мне То и то буду Да? То есть тебе все устраивает? Да Хорошо Хотя бы этим Я могу выкупиться На данный момент Ну и конечно Заработать И денег для семьи Даже попутешествовать Да и самому Иногда нужно просто Может быть как эгоист Немножко звучит Но для смены обстановки В моей специфике Работать Нужно менять Если в меня верят В меня и силы появляются И для жизни И для работы Для всего Уезжать из своей страны Но вряд ли бы хотелось Скорее всего Только временно Мне кажется Ну Человек очень пустой Если он забывает Даже корни Или страна Где он родился Какой бы она бы не была Все равно Это твой мир Может быть Многие ненавидят Но Я из тех Патриотов Человек без родин Это Наверное Просто он никто Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова